Сегодня в программе «Имущество» поговорим о возможности развития бизнеса в сельской местности. Сегодня действующими законодательными актами установлен ряд льгот при приобретении неиспользуемого государственного имущества, которое можно использовать для создания бизнеса в сельской местности. В частности, декретом президента Республики Беларусь номер 6 предусмотрена возможность отчуждения государственных объектов недвижимости без продажи права аренды земельного участка, необходимого для их обслуживания. Также декретом предусмотрено предоставление покупателю рассрочки оплаты имущества, которые он приобретает для собственного производства, на срок не более пяти лет со дня заключения договора купли-продаж. Действие декрета распространяется на коммерческие организации, а также их обособлены подразделения и филиалы, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Республике Беларусь с местом нахождения на территории малых и средних городских поселений и сельской местности, которые осуществляют деятельность по производству продукции, оказанию услуг и выполнению работ. В Гомельской области нормы декрета номер 6 распространяются на всю территорию, за исключением территорий пяти городов – Гомеля, Шлобина, Мозыря, Светлогорска и Речицы. Указом президента Республики Беларусь номер 345 определена возможность продажи государственных объектов недвижимости юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без проведения аукциона по рыночной стоимости для осуществления розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населению на территории сельской местности и малых городских поселений. Причем решение об отчуждении объектов недвижимости может приниматься без наличия документов, удостоверяющих их в государственную регистрацию. В этом случае оформление правоудостоверяющих документов на объекты недвижимости и земельные участки, на которых они расположены, осуществляется до продажи таких объектов за счет средств покупателя. При этом стоимость объекта недвижимости будет уменьшена на сумму понесенных затрат по оформлению документов. Перечень населенных пунктов и территорий вненаселенных пунктов, которые относятся к территории малых и средних городских поселений и сельской местности, утверждены решением Гомельского областного совета депутатов номер 229. Сегодня на территории Гомельской области имеется порядка 200 неиспользуемых объектов недвижимости, которые можно приобрести для организации бизнеса в сельской местности. Специалисты фонда всегда готовы оказать содействие в подборе объекта, который будет соответствовать требованиям покупателя. С перечнем предлагаемых к продаже объектов можно ознакомиться на сайте фонда Гомель обл. имущества и по телефонам в Гомеле 70 38 49 70 36 43. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова